Казахстан охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. В стране введено чрезвычайное положение. Правительство отправлено в отставку. В Казахстан направили миротворческий контингент. В чем еще причины хаоса, разбираемся с экспертами Казанского университета. 2 января в Казахстане в городах Жаназына-Актау начались массовые протесты против резкого скачка цен на топливо. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны, в том числе Алмату. Там произошли первые столкновения протестующих с силовиками. 5 января было захвачено подожжено здание городской администрации представительства Генпрокуратуры. Протестующие выдвинули не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. 5 января президент Республики Казахстан Касым Жамартакаев отправил правительство в отставку и возглавился в БЕС. Однако это не остановило демонстрантов. 10 января было созвано внеочередное онлайн-заседание Совета коллективной безопасности организации договора о коллективной безопасности ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане и мер по ее нормализации. Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариату удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках. И можно сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам. В Казахстане за последний год сильно увеличилась инфляция. Цены выросли практически на все. В частности, квадратный метр жилья подскочил двое. Помимо этого, в 2021 году прошли выборы в парламент Казахстана. Но избранные депутаты не наладили связь со своими избирателями. В результате этих событий мы видим, фактически, попытку государственного переворота в Казахстане. И, естественно, те люди, которые выступали против повышения цен на газ, на топливо, так вот эти люди, кто выступал против повышения цен на топливо, это совершенно не те люди, которые взялись за оружие. Это разные совершенно группы. Поэтому нужно, во-первых, дифференцировать тех, кто выступал требованием снижения цен, от тех, кто взялся за оружие и громил магазины, громил аэропорт, западал на представителей правоохранительных органов. По словам политолога, а так осуществляли хорошо подготовленные группы боевиков. Информация о вовлеченности террористических образований носит совершенно четкий и объективный характер. Мне кажется, здесь такой комбинированный вариант, который запустили, который использовали, для того, чтобы элементарно создать такую точку напряжения очень близко с границей Российской Федерации. Ну вот здесь я совершенно согласна с теми политологами, которые говорят, что 7 тысяч километров общей границы России-Казахстана – это достаточно серьезный момент, серьезная причина для того, чтобы устраивать в Казахстане вообще какие-либо акции. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение до 19 января. По данным ООН, в ходе протеста в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков. Задержаны более 8 тысяч человек. Елизавета Никитина, Универньюс.